Здравствуйте! Шабватофа Гутавоха! У нас 126-й урок по Мишли. Мы находимся в главе номер 15, предложение номер 18. Открыл я почему-то какое-то другое, но мы в 18-м предложении 15-й главы. И говорит Шлома Амеллах так. Что в переводе на русский язык, во всяком случае, так как он переводит наш переводчик, говорит, что человек вспыльчивый возбуждает раздор, а долкотерпливый человек утешает ссору. Ну, примерно так. Теперь посмотрим, что это означает уже в таком переводе. Он говорит 18. «Иш хэма и горе мадонн». Человек, который горячий, от него происходит понятие, которое называется «мадонн». Что такое «мадонн»? Переводится это на русский как «сора». Посмотрим, что это значит. Говорит Амальбин, что есть разница между понятием «риф» и понятием «мадонн». Но на русском оба понятия означают «сора». Есть разница между двумя видами ссоры. «Мадонн» – это ссора, которая происходит от слова «дин» – суд. Что есть? «Медьяним али изэ давар» – люди судятся о какой-то вещи. «Вэ даварши медьяним алаф гуси бад гариф» – и вещи, которые у них происходят в судебный процесс, это причины их ссоры. «Вэриф» и «сора» – она включает любую ссору, независимо от ее причины. И здесь говорится о том, что человек, который судится, он «лэхархэр лэриф» – он склоняет суд к ссоре. То есть, тот человек, который по своей природе, у него всегда он ищет какие-то тонут, какие-то возможности поговорить, поспорить и так далее. И он ищет волей-неволей причины для суда. И таким образом он рождает ссору. То есть, человек, бывают такие люди, которые ищут возможности пойти в суд и посудиться по какому-то поводу. Большая часть людей, с которыми я знаком, они не хотят идти в суд, потому что я тоже. Даже когда это надо делать, просто по причине лени такой вот обычной. Поэтому иногда легче, даже когда ты себя считаешь 100% правым, легче простить кого-то, чем пойти с ним судиться, даже если ты уверен, что ты выиграешь. Дерри Гагав, просто по дороге. Рафхаем Каневский и Шалита очень рекомендуют, когда возникают всякие споры, не прощать, а идти в суд. Потому что он говорит, что очень большое количество людей, они на 100% умерены. Никаких сомнений нету, что они, безусловно, правы. Поэтому они не хотят идти в суд и прощают. А на самом деле может оказаться, что прощать нечего. На самом деле должен я, а не он. Никто мне ничего не обязан. А я уверен, что он мне был должен, я его простил. И теперь я чувствую себя таким праведным. И всю оставшуюся жизнь буду при возможности напоминать ему, что я тебя простил, а ты такая сволочь, меня не прощаешь. А на самом деле мне было прощать нечего и так далее. Поэтому в случае, когда есть ссора, а ссоры бывают для каждого из нас совершенно очевидными, что я прав, потому что я всегда прав просто по определению, то в этой ситуации иногда, когда есть вопрос денежных отношений или часто, нужно пойти в Бейздин, а не спорить по какому-то поводу. Это говорит Раф Каневский. Но Шламо Амеллах, по мнению Альбима, здесь говорит о том, что есть человек, который ищет вот так вот по каждому поводу и без повода, у него есть причина судиться. И это рождает ссоры между людьми. То есть человек, который ищет какие-то поводы, и это рождает ссоры. И такой человек, горячий человек с большим темпераментом, он рождает и начинает рождать эти суды и ссоры. И дальше будет сказано, что человек, несмотря на то, что он рождает ссоры и так далее, то этот человек обычный, он Раф Пэша. У него есть много большие грехи. Объясняется у нас, что есть разница между человеком, характеризующимся на русском одними и теми же свойствами. Свойством Аф и словом Хэма. И то и другое Хом, горячий Аф, гневливый дословный перевод. Но Хэма – это когда человек начинает возгораться, утепляться из-за своего каоса, из-за своего гнева внутреннего. Слово Аф – это гнев, который внешний, говорит Мальбер. То есть есть два проявления темперамента человека в отрицательную сторону. Это проявление Аф и Хэма – внешнее и внутреннее проявление гнева. Дальше будет объясняться, что человек, который характеризуется понятием Аф, внутреннего гнева, поскольку он хочет сделать человеку какое-то зло, сделать ему плохо, он на него злится, то это рождает понятие «игра Мадонн». То есть он начинает с ними судиться и искать возможности пойти с ним в суд, искать возможности предъявить к нему какую-то претензию. Человек же, который – это человек, который характеризуется словом Аф – гнев внутренний. Человек, который характеризуется Хэмой – это внешнее проявление гнева. То есть оно настолько в его сердце разогревается и кричит, и визжит, и так далее, что этот человек называется Раф Пэшет. У него много грехов, много пшиот, много ошибок. И он делает зло товарищу без Дин и Мадонна. То есть этот человек не в состоянии добраться до суда, судиться, начать выяснять отношения. Он занимается другим проявлением своего гнева, который выходит наружу. Это проявление гнева выходит через убийство, через грабеж, через разбой. И здесь сказано, что иногда человек, который характеризуется внешним проявлением своего гнева, он, тем не менее, доводит до суда, и он хочет включить свою Хэму, свой внешний гнев таким образом, чтобы он вышел наружу через Мадонн и Мишпад, через два вида суда. То есть он рождает в себе возможность поссориться таким образом, чтобы это произошло двумя путями. То есть есть два вида гнева, и хит душ этого пасука, как объясняет вам Альбим, потом мы увидим, что Гаон очень мало пишет на эту тему, как объясняет Мальбим этот пасук, что два вида гнева, которые есть у человека, внутренний и внешний, по идее своей они работают по-разному. Внешний гнев, он толкает человека, там ничего внутри не горит, он сразу же выходит наружу, и поэтому, поскольку потерпеть немножечко такой человек не может, то это сразу выражается в то, что, грубо говоря, в морду, либо украсть, либо ограбить, либо еще что-то, либо просто оскорбить. Все сами знают, как эти виды гнева проявляются. Внутренний гнев, который человек хочет и может в себе копить, как правило, говорит Мальбим, он проявляется в том, что этот человек доводит конфликты до суда, и он как бы, поскольку внутри него все находится в состоянии близко к 100 градусов по Цельсию, то поэтому этот человек кипит внутри, и, соответственно, он ищет возможность обратиться к судье для того, чтобы конфликт, который назревает, он вышел в какую-то оболочку в виде рамках Торы. Но другой вид людей, который называется Эрих и Пай, человек, которого долгое терпение, терпеливый человек, и он отличается не тем, что его гнев находится внутри и остается в состоянии гнева, а наоборот, он отвечает всегда добродушно, мягко и так далее, и эти мягкие ответы, мягкость в общении, она предотвращает рождение Хэмы, предотвращает рождение внешнего гнева, и тогда это спускает на тормозах многие вещи, и ссора, которая начинается, она благополучно кончается, потому что человек в состоянии лифаез умиротворить другого человека, мягкими словами, и несмотря на то, что человек хотел судиться или хотел грабить, хотел ссориться, тем не менее, этот гнев утихает, и ссора, которая начинала рождаться, она уже сразу же кончается. Так объясняет Мальбим этот пасук. Одну секундочку, есть еще одно место, не одно место, но одно, которое мы сейчас воспользуемся, может быть, которым Мальбим объясняет немножечко похоже, но раздвигает акценты. В первом предложении этой же главы, пятнадцатой главы, Шлома Мэла говорит, «Маане рах ешив хэма». Мягкий ответ, он возвращает, он успокаивает хэму. «Вадаварайцев и алеав», а вещь, которая связана с сетцов, то есть с горечью, он возгорает гнев, гнев, который называется аф. И там Мальбим пишет, я понимаю, что все наизусть помнят Мальбим, мы совсем недавно его учили, но тем не менее. Там Мальбим пишет так, что есть разница между хэма и аф. Хэма – это гнев, который сохранялся в сердце, и огонь в нем горел, а аф – это хитсани, это внешнее проявление, то есть очень похоже на то, что здесь. И аф сразу же, аф – это то, что сразу же открывается, а хэма – это то, что хранится внутри. И тем не менее, хэма – это хуже, чем аф, потому что аф, когда он без хэмы, если есть только внешне и нет внутреннего гнева, то он не такой акзари, не такой жестокий. Подобно тому, как папа, который гневается на своего ребенка и бьет его, несмотря на то, что на самом деле внутри сердце, но глубоко, но внутри, он его очень любит. И когда он к нему, ребенок обращается к нему мягко и говорит, что вот я больше не буду, я действительно сделал неправильно, извини, я тшу делаю и так далее, то это возвращает и внутренний, и внешний гнев, и превращает врага в любящего человека. Но вещь, которая находится, грусть, которая находится, она возвращает вещь обратно к состоянию гнева. И не только не то, что это не позволяет утихнуть внутреннему гневу, который в сердце, но также внешний гнев начинает расти тут же и так далее. И это выражается в том, что человек хочет мстить. И также гнев Всевышнего, он возрастает в момент, когда проявляется гнев человека. То есть, Медакина говорит, Меда, мера за меру. Всевышний отвечает человеку, в котором есть эти два качества гнева, и тогда Всевышний начинает, назовем это понятие, мстить, то есть, отвечать мерой за меру, и человек получает наказание, которое он мог бы легко избежать, поскольку качество гнева, которое находится внутри человека, они же рождают качество гнева по отношению к этому человеку Всевышнему. Агрон здесь пишет очень мало и очень коротко. Он говорит, что человек, у которого есть хэма, он обращается к понятию суда. И это рождает ссору, как сказано. По термаем решит Мадон, что начало, вот, плотина, когда плотина прорывается, это начало, вот, Мадонна, начало такого вот прорыва. Мадон, происходит это слово «дин», что когда люди начинаются ссориться с кем-то, то он делает с ним «дин», он сделает с ним закон, судится по закону, и думает, что он сделает ему изначально, мекодманнан, изначально по суду. Риф, понятие ссоры, это середина ссоры, не самое начало ссоры, а середина ссоры. Таким образом, в отличие от Мальбима, который объясняет понятие Мадон, это понятие суда с человеком, то, может быть, это похожие понятия, но он исходит из того, что есть начало ссоры, которое вначале можно легко, как бы, спустить на тормоза, а есть середина и конец ссоры. И это человек, который Ишхима, человек, у которого гнев является преобладающим качеством, то он рождает вот этот вот Мадон, то есть он начинает ссориться, начинает ссору, которой изначально не было. Но понятие Эрих и Паем, человек долготерпивый, он спускает на тормозах, и даже ту ссору, которая уже шла, она, благодаря долготерпению человека, ее легче прекратить, она спускается и останавливается и затихает. В начале этой главы Гаон объясняет первое предложение. Понятно, что первое предложение очень пересекается с нашим предложением. И здесь сказано, что маан-эрах ешив хэма, что мягкий ответ, он убирает хэму, он убирает гнев. Имеется в виду, говорит Гаон, что есть разница между аф и хэма, так же, как мальбим, он делает разделение на два вида гнева. Он говорит аф, гу, но он делает разделение немножко другое. Он говорит понятие аф, помните, что по мальбиму аф – это внешнее, хэма – это внутреннее. По мнению Гаона, аф – это то, что происходит, гнев, который выражается словами и разговорами, словом и речь, мыслями и словом. И это начало гнева, которое происходит. Но хэма – это тот гнев, который выходит в маосе, который выходит в действии. И тогда получается, что это продолжение гнева, совкаас – продолжение гнева, то, что вытекает из гнева. Или маосе-каас – это гнев, который выражается действием. И это то, что сказано, что маан-эрах ешив хэма, что человек, который отвечает мягко, он останавливает хэму. То есть, он останавливает хэму, которая послана для того, чтобы что-то сделать, или уже делает. Это останавливает вот эту вот ссору, вот этот гнев, который является уже в форме действия, он останавливается. В том случае, если ему отвечают, человек, который проявляет гнев, отвечает ему мягкими словами, и тогда этот гнев и каас останавливается. Но в случае, если есть эцев, если есть какая-то грусть, то это я-ле-ав, то это поднимает а-в. В русском переводе он объясняет, что такое маосе. Вот грусть он объясняет, как резкое слово возбуждает ярость. То есть, то, что написано на лошон-кодэш, как Шламамелла говорит, что, секундочку, давар-эцев, слово грустное, он переводит как слово резкое. Ну, может быть, это как бы подходит к переводу. То есть, человек, который говорит вещи, отвечает вещами грустными и плохими, он делает так, что аф, который был в начале, только в самозародочном состоянии в виде слова или мысли у другого человека, он поднимает его сейчас до уровня нормального гнева. И вот это вот алия, это вот поднятие, ведет к тому, что человек ему отвечает. Таким образом, чтобы подвести итоги этого предложения. Шламамеллах ищет, объясняет нам, как правильно общаться в тот момент, когда против себя направлен гнев другого человека, два вида гнева, внешний и внутренний, словом и делом, немножко по-разному объясняет Гагро и Мальбин, но суть не меняется от этого, что мягкий ответ, который ты даешь в этом случае, может успокоить даже, когда плотина уже немножко прорвалась, но грубый ответ, даже в самом начале ссоры, может привести к такому нежелательному результату, что ссора очень сильно вырастет. Но человек, который Эрих и Пайм, человек, у которого есть терпение, то даже когда уже идет серьезная ссора, то терпение может помочь в этом состоянии и убрать, ликвидировать эту ссору. Я подумал, что здесь Шламамеллах использует слова, которые сейчас, как бы в середине Иллула, на следующей неделе еще более станут актуальными словами. Он использует медот человека, который умеет погасить гнев, как медук, который качество, которое называется Эрих и Пайм. Качество Эрих и Пайм встречается в Торе, когда Всевышний открывает Машир Абейну свои качества, 13 мер милосердия, которые исходят из Творца, и одна из них называется Эрих и Пайм долгое терпение. И вот мне показалось, что поскольку как бы все качества, которые должны быть у человека, человек должен учить из Всевышнего, как он Рахум, так и ты должен быть Рахум, он милосердный, ты должен быть милосердный, он Эрих и Пайм, ты должен быть Эрих и Пайм. И более того, для того, чтобы качество, Юдгимал Медот, 13 мер Рахмем Всевышнего включились, мы должны каким-то образом, Лиидамут, сделать себя подобными этими, и научиться вести себя, Бедерих, который ведет себя Всевышний, то поэтому здесь нужно попытаться понять, как работает эта Меда, это качество, для того, чтобы мы могли включить ее в себя. Прежде всего, я уже говорил это, по-моему, на Мишле, мы это учили, но тем не менее. Есть Рамбом, который объясняет, что такое качество человека, Медот, качество человека, которое у него есть, и он объясняет это, и объясняя понятие Медот, он идет по такому пути. Существует понятие Митцвод и Аверот. Митцвод заповедей, Аверот преступлений. Существует понятие Медот, качество, которое есть у человека. Эти два понятия, они, Лихойра, на первый взгляд, лежат в совершенно разных плоскостях. Можно делать Митцвод, можно делать Аверот, при этом можно иметь какие-то качества, которые не связаны с заповедью, которую я делаю, но тем не менее, существует некая связь между всеми заповедями Торы и заповедями, не заповедями, а качествами, которые есть у человека. Нужно понять, к чему относится тот мусак, то представление, которое вкладывается Баалой и Мусарами, в понятие Аводат Медот, работа над своими качествами, улучшение качества, изменение качеств, Шверат Медот, разбивание своих качеств и так далее. Где все эти вещи находятся, откуда они растут в Торе и где в Торе написаны эти вещи? Откуда, из какого пасука они учатся? Где что-то упоминает Амедот, которое написано в Торе? Шлом Амелых, да, Шлом Амелых нам пишет, что ты должен быть терпеливым, но где, из какого пасука в Торе мы это можем учить? Понятно, что имеется в виду? Почему так важно увидеть связь между Хумашем и этими вещами? Потому что ни один Новий, не только Шлом Амелых, но ни один пророк, не может ли Хадеш ни одну заповедь, которая не была дана Маширабейну? Если пророк пишет про какие-то вещи, связанные с Митсвот, которые не указаны в Торе, то это называется лжепророчество. Потому что пророк не может ли Хадеш ни одну Митсву со времени, когда закончились Митсвот, которые были переданы Маширабейну? Поэтому, где в Торе упоминание об Абадат Медот, о работе над качествами, о котором так долго любят в последнее время твердить, разговаривать и так далее. Эффект, правда, приближается к нулю, к сожалению. Качество у нас меняется очень мало, но, тем не менее, разговоры на эту тему ведется очень много. Единственное место, как говорит Рамбов, которое в Торе говорит на эту тему, это «Вагалахта Бедрахай». Есть заповедь, что ты должен идти путями Всевышнего. Это заповедь, которая дана Маширабейну, и из нее рождается построение качеств, которые должен приобрести человек. Качества, которые описаны в Торе, качества Творца, на самом деле, они описаны только в пересказе Маширабейну, само понятие Медот, которое относится ко Всевышнему, понятно, что дано оно только на уровне того, как человек это может воспринять. Поскольку что такое Всевышний и как он, какие у него качества, это вещи, которые совершенно невозможно понять человеку в этом мире, в связи с тем, что все, что мы знаем о Творце, мы знаем только то, как Всевышний открывается, раскрывается в этом мире. О самом Всевышнем мы, как правило, говорить не можем, не как правило, а никогда не можем говорить, поскольку это настолько удалено и настолько скрыто от нас, что разговор на эту тему он в пользу бедных. Даже сами имена, которыми раскрывается Всевышний в Торе, это не сам Всевышний, а то, как он раскрывается в разное время, в разных ситуациях. Когда Маширабейна спрашивает Творца, вот я пойду в Египет и скажу, что Всевышний мне открылся, меня спросят, как зовут Всевышнего, что я должен ответить на этот вопрос, то объясняет Всевышний, что зачем ты спрашиваешь, как мое имя, объясняет Рамбан, что сказал Всевышний, нет у меня имени, говорит Всевышний, аль-хамасай, а не некра. В связи со своими действиями я раскрываюсь. Раскрытие Всевышнего это всегда раскрытие во влиянии на мир. Внутри этого раскрытия периодически раскрывается медот качества Творца и в соответствии с этим качеством мы должны воспитывать свои медот. Качества, которые описаны в Торе, они описаны очень коротко и очень непонятно. В тот момент, когда Амистраэль сделал Золотого Тельца, Маширобейну 40 дней молился на горе Синай или не на горе Синай Всевышнему по поводу того, что Всевышний его простил. Агро считает, что это была молитва 40 дней и молитвы были не на горе Синай. Раша пишет, что на горе Синай. Да, Тосвус, что тоже на горе Синай. По мнению Раши и Тосвус, Маширобейну поднимался на горе Синай три раза. По мнению Рашбы Гагро Агро Махрия доказывает, что это было только два раза Но 40 дней Тфилы, который молился Маше Робейну Он молился, и мы читаем эту молитву В чтении Тора, которое приводится в посты Когда мы читаем в Эйтпалель В Маше Ле Акодыш Баругу И там сказано, что Маше молится и говорит Вспомни заслуги Авраама, Ицхака и Акова И так далее, и Всевышний отвечает на молитву Маше И прощает Амисреэль Произошло это в Йом-Кипр И в Йом-Кипр Маше Робейну получает Торы и Скрижали Завета Которые доходят до нас Поэтому мы уже об этом говорили Основное Тора, которое мы приняли Это Торы Йом-Кипра, а не Торы Шивота Но когда говорится о даровании Торы на горе Синай И в Йом-Кипр получение нами вторых Скрижалих Завета То перед Паршой, перед отрывком от вторых Скрижалих Написано такой известный мидраж Я не буду сейчас цитировать Хумаш В Хумаше написано И прошел Всевышний перед своим лицом И обратился, и сказал И дальше приводится 13 мер милосердия, которые описаны в Торе И мидраж говорит, что Всевышний сказал Маше Что будет время, когда схут, а вот заслуги родителей исчезнут И тогда працев исчезнут И у нас не хватит схвата, а вот И тогда единственное, что мы можем рассчитывать Это на Юдгимон Медотраховин 13 мер милосердия, которые Всевышний открыл Маше на горе Сирай И Маше ими пользовался, поскольку и мы сегодня ими пользуемся Поскольку Всевышний сказал, что каждый раз, когда вы будете молиться Я буду надевать талит, как Шалей Ахцебур, как ведущий Миньян Обращаться, соединяться с вами И обращаться вместе с вами Обращаться как бы с молитвой И эта молитва, которая в тот момент, когда Месрель считает Юдгимон Медотрахами Всевышний тоже надевает талит И обращается с молитвой ко Всевышнему Байотгимон Медотрахами 13 мерами милосердия И там сказано Дальше мы не пойдем Есть некий махлокис, это входит 13 медотрахами или нет Но комментарии к этой фразе одинаковые Мы не будем сейчас его касаться Кель – это имя Всевышнего, которое первое из медот милосердия Которое раскрывается нам в описании разных людей Разных комментаторов Кель – Алиф Ламет Это имя Всевышнего, которое Высший Хесед, который может быть у Творца Которое означает, что Всевышний Совель, то есть не Совель, а дает возможность Раскрывает возможность Творца Не ответит на Аверот, который делает там Исраэль На преступления, которые ему делают Всевышний как бы внутри себя создает возможность Не отвечать на это И пропустить мимо ту Аверу, которую мы сделали Но полностью пропустить ее невозможно Имеется в виду не дать сразу, не раскрыть сразу меру наказания Я напоминаю, что основной комментарий, которыми прошли этого пасука Который мы сейчас учим Говорит о том, что существует человек, который хочет Его хема, его гнев ведет к тому, что он хочет судиться С подобным человеком реакция Всевышнего Ты хочешь судиться, я тоже буду судиться И тогда это рождает меру суда Творца И вот этот гнев, с которым он обращается Рождает меру суда и Всевышний начинает судить Первая мера милосердия Всевышнего, которая написана в Торе Кель Она означает, что Всевышний дает Внутри себя возможность Не начать судить В тот момент, когда кто-то делает Аверу Когда человек Понятно, что мы не говорим про нас с вами Мы все цадиким, все праведники И так далее Все уверены на сто процентов, что ни одной Аверы нету Но Если человек вдруг Не только праведник Не только сто процентов уверен, что у него нет ни одной Аверы Но возьмем, например, какой-то человек Которого кроме уверенности есть еще мозг Я понимаю, это редко бывает И такой человек знает, что он сделал Аверот И знает, что это Авера в количестве больше нуля Как правило, больше Сильно больше нуля Так вот, такой человек Ему говорит Шлома Меллах Что в тот момент, когда у тебя рождает гнев, который есть внутри тебя Рождает в тебе желание обратиться, судиться с кем-то То в этот момент Меда кенегет меда Мера за меру Всевышний выключает Кебе и Холь как будто бы Первое меду, первое качество Из тринадцати, которое связано с судом И Всевышний вместо того, чтобы пропустить Начинает себя судить Раша в Хумаше приводит это В тот момент, когда Обвиняя в этом не более не менее Как Рахеле Мейну Нашу маму Рахель Которая Говорит, что Иакову И Сара И Мейну тоже это же сказала Аврааму Что Мне нужны дети И Гошем Едун Бейни Убейнейха Сара сказала Что Всевышний будет судить между Мной и тобой То есть Передает На суд Всевышнего Наши отношения И Комментаторы говорят, что это была Серьезная ошибка Сары Этого делать было ни в коем случае нельзя Поскольку Когда Еврей передает На суд Всевышнего Отношения с другим евреем То Всевышний принимает Перчатку Поднимает перчатку И начинает его судить Так, как он того и просит И когда Хема Гнев человека Рождает желание Судиться Через Всевышнего Человек говорит Я не буду сам Обращаться в суд Пусть Всевышний нас рассудит Пусть он сделает так Как ему виднее Вроде бы Как на первый взгляд Прекрасная фраза Говорят Нашим ифоршем Раша Рамбан Все комментаторы Хумаша Что в этот момент Всевышний Начинает судить Этого человека Его гнев Рождает суд Ты просишь Суда Гезон Тергей На здоровье Хочешь Получишь И понятно Что когда Начинается этот суд То если у человека Есть одна Вейра Которая по мере Суда Всевышнего Он не может выстоять суд То это таки трагедия А мы с вами Исходим из предпосылки Что у каждого человека Такая вейра Больше чем ноль И соответственно Начинаются Достаточно трагические события Поэтому Первая мера Которой мы Обращаемся Ко Всевышнему Она начинает работать Только если мы Выполняем То что написал Шлома Амеллах В этом посуке А именно Что человек Который Гасит свою Хэму И не начинает Передавать суд Всевышний На Всевышнему Между мной И еще кем-то В этом случае Всевышний Не может включить По отношению К этому человеку Первую Меру милосердия Которая называется Алифламид Имя Творца Которая называется Кель Кель Это дает возможность Всевышнему Не судить То есть Всевышний Дал сам себе Возможность Не судить человека Оставить Авееру Как бы Без ответа Но Понятно Что ответ Что это Невозможная вещь Любая Авеера Любой человек Который говорит Что Акодожгум Баругу Ватран Всевышний Он ватран Он миватер Он не обращает Нимания Об этом сказано Что на него Не обращают Нимания В этом мире То есть Реакция Такого Сказать Что Всевышний Не обратит Внимания На мою Авееру Это Это глупость Которая Приводит К тому Что Акодожгум Отворачивается От этого человека Не обращает На него Внимания Поэтому Слово Кель Мера Которое Показывает Что мы Сейчас Не Всевышний Сейчас Не судит Его Это означает Что суд Будет Но он будет Потом Он откладывается Он убирается И это Переход Ко второй Мере Всевышнего Ко второй Меде Всевышнего Которая Называется Медат Рахум Медат Который Называется Рахамим От слова Рахамим И мы Много раз Обсуждали Что слово Рахамим Происходит От слова Рехим Прочитанное Слева Слева Махар Махар Завтра То есть Суд Включающий Завтрашний День Суд Который Включает Будущее Время И суд Который Переносится На потом То есть Первая Мера Дает Возможность В данный Момент Не судить Вторая Мера Дает Возможность Передвинуть На потом Кэль Рахум Вэ Ханун Ханун Это Третий Текун Третья Мера Милосердия Всевышнего Которая Делает Больше Чем Первые Два Первые Два Это Потенциальные То есть Это На самом Деле Это Путь К третьему Качеству Творца Это Дает Возможность Сейчас Не судиться И суд Передвинуть На потом Это Первые Два Качества Третье Качество Ханун Это Суд Который Приведет С помощью Нашей Чувы Естественно К тому Что Всевышний Не то Что Не обратит Внимания А осудит Эту Аверу С легкой Стороны С учетом Чувы С учетом Всего Остального Так Чтобы На нее Не дать За нее Наказание Это Очень Высокое Качество Суда Третье Качество Первые Два Является Только Дерих Путем К третьему Дальше То Что Упомянуто На спасуке Качество Которое Должен Иметь Человек Для того Чтобы Сора Стихла Эрих Эпаем По мнению Микуболем Это Два Разных Две Разных Меры Всевышнего Которые Раскрываются И Они Означают Эрих Эпаем Дословно Это Долготерпеливый И Гемора Спрашивает Эрих Эпаем Ула Ирак Только Для Праведниках Отвещает Гемора Аф Ларошоем Так же Для Ленчестивцев Теперь Попытаемся Хотя бы Немножко Это Одно Из Трудных Мест В Тринадцати Принципах Милосердия Что Означает Долготерпивый Для Рошоем Попытаемся Немножко С этим Разобраться Прежде Всего Это Написано Прямо В Тексте Эрих Эпаем Эрих Это Длинный Надо Было Сказ Эрих Аф Длинно Гневающийся Аф Это Гнев Но Эпаем Это Два Вида Гнева То есть Эрих Эпаем Не только Для Праведников Но и Для Нечестивцев Это Два Качества О которых Много Чего Написано В частности Об этом Написано В общем Вся книга Иова Которую Мы Когда-то Учили Что Существует Два Понятия Цадик Вэрало Раша Вэтофло Две Вопрос Который Задавал Машир Абейну Как Может Быть В мире Цадик Которому Плохо И Как Может Быть В мире Раша Которому Хорошо Не Имеется Ввиду Что Я Сейчас Отвечу На Вопрос Который Не Понимал И Так И Не Понял Машир Абейну Понятно Что Сказать Что Мы Сейчас С вами Узнаем Ответ На Который Всевышний Отказался Дать Ответ Машир Абейну На Его Вопрос Когда Машир Абейн Задал Этот Вопрос Всевышний Ответ Не Может Увидеть Меня Человек И Остаться В живых То Это Знание Понимание Что Такое Цадик Которому Плохо И Раша Которому Хорошо Это Возможно Только Со стороны Безусловно Быводай Машир Абейн Знал И Понимал Но Тем Не Менее С Этого Начинается Вопрос Машир Абейну Хотел Узнать Детали В детали Мы Входить Не Будем Машир Абейну Хотел Увидеть Как Каждый Цадик Которому Было Плохо И Каждый Раша Которому Было Хорошо Какое Именно Воздействие Он Оказал На Весь Мир И Что Это Может Знать Только Тот Кто Владеет Понятием Времени И Находится Вне Его То есть Только Творец Поэтому Ло И Ренни Не Может Видеть Меня Человек И Остаться Живым После Смерти Цадик Могут Понять Ответ На Этот Вопрос И Это Одна Из Вещей Связанной С С Наградом В Грядущем Мире Когда Перед Человеком Сложится Вся Мозаика Вся Картина Каждого И Каждого Митцвод Каждого Аверот Каждого Другие Вещи Которые Не Митцвод И Аверот Которые Делал Каждый Человек Как Именно Любое Действие Любого Человека В мире Привело К Исполнению Замысла Творца Цадик Увидят Это И Это Будет Награда Праведникам В Грядущем Мире Одна Из Наград Или Основная Награда Это Пир Который Будет Во время Когда Будут Угощать Праведником Левиатана Не Увидят Как Каждое Действие Человека Было Милува Было Проводилось Его Провожала Цель Творца И Для Чего Каждого Действия Пришло Но Сегодня Мы Не Можем Этого Знать Но То Что Мы Можем Понять Мы Можем Понять Праведника Которому Плохо И Рашу Которому Хорошо Что Для Нечестивца Существует То Что Он Пропадает Из Будущего Мира Никакая Награда К нему Не Относится Поскольку Он Нечестивец Поэтому Он Получает За Все Что Он Сделал Награды В этом Мире Для Того Чтобы Награда Была Дана И Не Нужно Было Ему Давать Награду В Будущем Мире Потому Что Он К ней Просто Не Имеет Отношения Но Это С одной Стороны Поэтому Будущий Мир К нему И Он Это Две Большие Разницы Как Говорят В Одессе Но С другой Стороны Нет Ни Одной Вещи Позитивной Которая Сделала Какое Либо Творение В этом Мире За Которое Всевышний Не Заплатил Собаки Во Время Когда Евреи Выходили Из Чхита Или Еще Что То У Есть Отдельная Обязанность Дать Бросить Это Собаке И Собака Получила Это В качестве Награду Поэтому Понятно Что Любой Нечестивец Поскольку Мало Вероятно Что Есть Один Нечестивец Который Что Нибудь Позитивного Не Сделал Не Получил Бо Награду В этом мире Цадик У него Обратное Явление Цадик У которого Есть Какие Адам Включил Новую Систему Тикуна Исправления Миров Система Которая Состоит Из Тоф Вера Вместе Тоф Это Так Объясняет Баали Алешем Тоф Это Торо Митсвос Поэтому Каждая Митсва Каждая Тора Которая Он Приближает Мир К Цели Творения Этого Мира А Ра Зло Которое Вошло И перемешалось Это Означает Что Любой Несайон Любое Испытание Любое Несчастье Любые Исурим Любые Страдания Которые Есть Они делают Другой Вид Тикуним Другой Вид Исправления Миров И Сегодня Эти Исправления Идут Параллельно Благодаря Двум Вещам И они Пересекаются На самом деле Не совсем Параллельно Эти прямые Пересекаются Таким Образом Идет Составляющая Из Двух Векторов Вектор Исурим Действия На этот Мир Праведника Поэтому Праведник Которому Плохо Машир Робейн Не видел Детали Этого Но Картина Праведник Которому Плохо Это Праведник Который Двумя Способами Воздействия На мир Тоф Вера Одновременно Исправляет И доделывает Ту Авойду Которую Он должен Сделать Это То что Происходит Теперь Эрих Ипаем Это Две Меды Эрих Ипаем Которые Есть Для Цадиким И для Рошоем Они Связаны С тем О чем Я только Что Говорил А именно Что Существует Долготерпение Для Праведнику Когда Всевышний Ждет Терпит И не дает Им Награды Это Терпение Всевышнего Которое Связано С тем Что Награда Должна Быть Цельной И Стопроцентной И Поэтому Мера Милосердия Мера Добра Всевышнего Она Но Потом Это Первый Вид Терпения Всевышнего Не Дать Награду Тут же Вторая Мера Терпения Всевышнего Это Для Рошоем Когда Акодыш Барагу Терпит И Не дает Им Сразу Наказание Оставляя Его Ла Лам Абба Но Одновременно С тем Что Это Выглядит Как Некий Акзареют Жестокость По отношению К Рошоем Здесь Есть Мера Милосердия Творца Свобода Выбора И Возможность Сделать Шуву И Поэтому Наказание Которое Не дает Сразу Если Он Делает Шуву Это Обращается В меру Милосердия По отношению К нему Если Шува Не Сделана То Это Оказывается Мера Самого Тяжелого Наказания Которое Может Оказаться Но Внутри Этого Мира Это Выражается В виде Меда Трахами В виде Милосердия Которые Получаются Дикими Рошой Теперь Возвращаемся К нашему Посуку Я не думаю Что я буду Сейчас Комментировать Сеют Гиммол Меда Трахами Поскольку Мне это Самому Значительно Интереснее Может Сейчас Потому что Я сейчас Этим Занимаюсь Так как Это Иньяна Деема Я для себя Их учу Но Тем не менее Ту часть Которая Нам Имеет Значение Я хотел бы Сказать Что у нас Получается Что человек Который Как он По русски Перевел Гневливый Человек Человек Горячий Который Возбуждающийся Возгорающийся Как я уже Забыл Хема Он перевел По русски Как-то не так А Воспыльчивый Воспыльчивый Человек Это человек Который Не может Терпеть И соответственно Этот человек Рождает Ссору Между людьми Которая Выражается В виде Желания Судиться Говорит нам Шлом Амелах Так как Объясняет его Гаон Поэтому Шлом Амелах Специально Использует Слово Эрих И Паим Он говорит Что А человек Который Готов Терпеть Человек Который Готов Сглаживать Эти вещи Который Показывает Своё Проявление Своих Медот Уподабливаясь Всевышнему Кибы и Холь Как будто бы В виде того Что И к Садиким И к Рашоим И к Правым И к Неправым Он Обращается С мерой Терпения Терпеливости И вместо того Чтобы сразу же Ответить Как больше всего Хочется ответить Большей части Людей Всяк случай Мне Первый ответ Который приходит В голову Сам дурак Вместо того Чтобы сразу же Срезать И объяснить Что я тебе думаю Человек Который Начинает Уподобляясь Всевышнему Одеваться в одежды Которые Творец Посылает нам В мире Вот этого Терпеливости И терпения То этот человек Рождает К себе И ко всему миру Он Приносит мир Вносит мир Вот это вот Четвертое И пятое Качество Из шлоши Срамидот Рахамин Всевышнего Которое Называется Эрих и Паем Долготерпение И по отношению К цадиким И по отношению К Рашоим В тот момент Когда он Не реагирует Сразу Понятно Что четвертое И пятое Качество Начиная с третьего На самом деле Все остальные Первые два Это только возможность Сразу не отреагировать Четвертое И пятое Это не просто Что Всевышний Не реагирует А то что Всевышний Этот суд Делает таким Что в нем Не участвуют Два вида Гнева Всевышнего Афлы садиким В Афла Рашоим И таким образом Этот суд Становится Совершенно принципиально Другим судом Начиная с третьего Качества Третье Четвертое Пятое Они делают суд Другим И вот Когда человек Гасит Ссору между людьми Используя Эти качества Он выполняет То о чем Говорит Рамбом Шмана Праким Когда Рамбом Пишет что Митцва Авадат Митцва Заповедь Авадат Митцот Митцот Она не выражена В Торе В виде заповеди Конкретной Хотя по идее Можно было бы Всевышний Мог бы дать Это как Заповедь Но Он ее Сформулировал Вэхалахта Бедрахай И иди по моим путям Уподобляйся Всевышнему И здесь Шлома Амэлах Учит нас Что в тот момент Когда человек Надевает эти одежды Который ему подарил Всевышний Раскрыл Как должен выглядеть Как должны выглядеть Митцот Человека То это рождает По отношению К нему В первую очередь Но на самом деле Это приводит Весь мир Юдгимал Митцот Рахамим Если он пользуется Ими Здесь Мы говорим Только про две Митцы Которые говорится Эрих и Паим Но Эти две Митцот Они вырастают Из предыдущих Поэтому раскрываются Сразу Первые пять Митц Рахамим Хакодашбаругу И Пока на это Хватит Просто Когда мы готовимся Я надеюсь Что мы все готовимся К Рожешане В Рожешане Эти Юдгимал Митцот Рахамим Ни разу не считается И не произносится Поскольку это пустая Трата времени Рожешана Это Йомгадин Когда работает Мера суда А мера Рахамим Должна быть раскрыта И мы должны Попытаться ее раскрыть Ходыш и Лул Поэтому Свардим Весь Ходыш и Лул Считают слихот Ашкеназим Икр Текуна Установление Слихот Которое считается Ашкеназим Это Кавгей Элул Мы делаем это Чуть раньше Потому что Мы всегда делаем Муцей Шаббат Или чуть позже В зависимости Но не позже Позже не бывает Потому что Кавгей Элул Это минимум Чтение слихот Это семь дней До Рожешаны Потом Между Рожешаной Кипра Каждый день Тоже считается слихот Но минимальное Количество слихот Это семь дней До Рожешаны Это день Когда Всевышний Создал мир Кавгей Элул Это день Создания мира Творцом Поэтому минимальное Количество слихот Установленных Мудрецами Это начиная С вот этого дня Когда Всевышний Создал мир Семь дней До Рожешаны Седьмой день Это Рожешана И это дни Когда раскрывается На самом деле Все творение Всевышнего мира Оно возможно Только потому что Всевышний Упредил Меру Суда Атрибутом Милосердия И таким образом В эти дни Мы начинаем Раскрывать Юдгимал Медот Рахами Благодаря которому Мир может существовать И Сейчас Шлома Амелах Говорит нам Что в отношениях Между людьми Сора Которая гасится Благодаря тому Что мы одеваем Одну из Медот Две из Медот Эрих и Паем Таким образом Мы гасим Сору между людьми И тем самым Мы открываем Эти Медот Которыми Всевышний Руководит Всем миром Для того Чтобы мир мог Остаться В существующем Состоянии Окей Я думаю Что про Юдгимал Медот Достаточно И можно перейти К следующему посылку Мэш Что я думал Что мы пройдем Сильно больше Но это у меня Стандартная проблема Следующий посылок Номер 19 С другой стороны Я хотел немножко Зацепиться И поговорить Это иньяна Деема Это вопрос Связанный Сегодняшним днем И если Вся подготовка Крашашона Которая у нас будет Будет состоять Только в том Что мы купим Голову рыбы Немножечко Морковки И яблоко Сунем все это дело В мед Перемешаем И скажем И рацион И так далее Это будет очень трагичная ситуация Поскольку Настоящие иньяна Деема Которые есть сегодня То что связано С сегодняшними днями Это раскрытие Гиммел Медот Рахамим Которые мы должны учить И понять Что именно Мы будем молиться До С 20 Грубо С 25 Эллу До Йом Кипара После Рожашона Немножко увеличивается Еще на один раз больше Это говорится Прибавляется Новый Слихот И так далее И если Мы не сможем В это время Включить Гиммел Медот Рахамим Который Всевышний обещал Что мы включим То таки плохо Поэтому Первое Что нужно Понимать Кроме комментарий Которые обязательно Надо учить На эти Гиммел Медот Рахамим Чтобы читать их Как-то продуманно Более или менее Настолько Насколько мы можем И не дай бог Не считать в русском переводе Поскольку Это полная бессмысленность То есть Можно читать по-русски Но это полная Бессмысленность Перевести Это не то Что объяснить О чем идет речь Поэтому Когда мы читаем их Мы должны знать Одну из вещей Человек Который сам Становится Рахум То к нему Всевышний Относится С Рахамим И не только К нему Но это Входит в мир Поэтому Главная наша Задача Одеть Эти Медот На себя Примерить их Немножко Хотя бы Ненадолго И тогда Они войдут В наш мир Через Творца Девятнадцатое Предложение Говорит Пусть Путь ленивого Как плеть Терновый Плетень Терновый Дорога же Благочестивых Ровная Кошмар И тихий Ужас Но Теперь попытаемся Понять Что имеется ввиду Дерих Ацель Дерих Дорога По которой идет Ленивый человек Кимышукат Хедек Ворохи Шарим Салула Перевод на русском Вы уже слышали А теперь посмотрим Как можно Это Объяснить Прежде всего Рамбом Пишет Мальбин Пишет Я извиняюсь Что есть разница Между понятием Дерих И понятием Орах Которые он Приводил много раз Дерих По русски Эти два слова Не имеют Никакой разницы В переводе Дорога Путь Люди С самого начала Сразу же Пытаются ее По разному перевести Потому как На иврите Но между Словом Дорога И словом Путь Нет никакой разницы В оттенках Которые есть Налашенкодыш Которые имеют Ввиду Шлом Амелла Во всем Книге Мишли Мальбин Десятки раз Говорит Что Дерих Это такая Широкая Большая Дорога По которой Идут Многие Орах Это путь Выбранный Для единиц Которые Узенькие Маленькие Теперь Читаем Ну альбин Здесь Ежи В деле Есть разница Между Дерих И Орах Дерих Это Большая Дорога Которая Ведет От города К городу Орах Это Путь Из города В маленькие Деревеньки Человек Который Ленивый Он Ему Лень Ходить И даже Большая Дорога По которой Идут Много Народу Ему кажется, как будто он должен идти в одиночестве по тонкой тропинке, что ему тяжело пройти с одной стороны в другую сторону, даже если на этой дороге есть какой-то забор и так далее. И со стороны, которая тянется, она ему кажется тонким-тонким путем, которая ранит колючками ноги путешественника. Люди же, которые называются ешарим, люди, которые называются прямыми, даже узкая тропинка, непостоянная, где никого нету, для них она слула. Что имеется в виду? Как будто слула от слова мысела. На современном еврейте мысела, даже не знаю, как сказать, лыжня, это какая-то проложенная дорога, проложенная трасса, которая ровная и удобная для того, чтобы по ней пройти. Поэтому отсюда взялось название ешар и мысела, книги Рамхаля очень известные, мысела от ешарим, путь, по которому идут прямые люди. Вот это вот мысела, хорошо проложенная для них, на самом деле это узкий путь, по которому иногда тяжело и уколешься, и еще что-то. Но для ешарим эта дорога как хорошо проложенная трасса междугородняя, поскольку в их глазах это дорога. Кто такой ешарим? Поскольку ешарим это люди, которые продумывают и понимают, как идти, и их единственное стремление идти по правильному пути, то поэтому для них любая дорога будет широкой дорогой. Теперь, со стороны Немшаля, со стороны примера, который мы привели, говорит Мальвим, получается, что человек, который отслан, ленивый человек, ему лень идти по дороге мудрости Торы, и ему кажется в его глазах, что эта дорога, она полна, как он там перевел, терниев, я не очень точно знаю, что такое тернии, но на иврите это звучит, молоко цин, полна колючками. Почему не используют слово колючки в русском, я не знаю. Эта дорога, несмотря на то, что она постоянная, и по ней ходят много людей, то она полна колючек, что он считает, что невозможно. Почему она для него так колется, такая нехорошая дорога? Потому что он считает, что физически невозможно завоевать, победить свою Таеву и идти против своей Ецар-горы. Тем более, что он не может идти по маленьким путям, которые относятся к Ешарим, которые нужны людям, которые, каждый из них выбирает свой узкий путь служения Всевышнего. Но Ешарим, люди, которые прямые, что понятие Гедр, определение слова Ешар, это человек, тело которого направлено напрямую к добру. И даже маленький узкий путь, маленькая узкая тропинка, по которой он идет, то есть дорога Хаседута, дорога Сдоки, дорога праведности, для него это мысила, для него это дорога, которая называется Слула, это хорошо проложенная дорога, потому что с ним нет, он, когда он идет по этому пути, там нет никакой борьбы с Таовой, с Ецар-горой, с Ецаром своего сердца, после того, как сердце его выпрямлено. И это разница между Цадиком и Ешар. Рымальбе много раз пишет, и все остальные тоже, что понятие Цадик – это праведник, который постоянно находится в состоянии внутренней борьбы. У него есть Таева, у него есть Ецар-гора, она у него не побеждена, и она все время, каждую минуту пытается ему сказать, давай мы сделаем то-то и то-то. Но человек, который праведный, он постоянно, находясь в борьбе, постоянно побеждает и постоянно не делает ни одной Аверы. Это понятие Цадик. Понятие Йошер, которым пользуется в данном случае Шламу Амелах в переводе Мальбима, это человек, который уже смог победить свою Ецар-гору, и Таева не производит на него никакого негативного впечатления, потому что он знает, как правильно себя вести, поэтому даже маленький путь для него как огромная прямая дорога. Постараемся все-таки успеть Гаона на этот пасуг, он немножечко похоже пишет, поэтому нам будет легко прочитать. Дорога ленивого человека – это широкая дорога. Как я уже объяснял, и Гаон приводит несколько мест, где он объяснял, в общем, то же, что объясняет Мальбим. Орех, путь – это Орех до Хуква Катан, это маленький и такой тесный путь. Как говорили, что это значит? Приводится пример, что человек, который идет по маленькому пути, и он не знает, ему темно, он не знает, куда идти, когда он доходит для Парша Драхим, для перекрестка дорог, то он может спросить человека, куда идти и так далее. И есть две дороги. Одна дорога у человека обычно всегда перед ним, в начале его пути, а начало пути каждую минуту, у него находятся два пути. Первый путь – это широкая дорога, но в конце она может оказаться, не может обычно так и происходит, она полна колючек и вот этих вот слов на русском языке, которых я не знаю. Вторая дорога, несмотря на то, что в начале она узкая, и она тяжелая, и дает цар, горечь, беды и так далее, но в конце этого пути она становится такая, что она становится как мысела, как уже хорошо протоптанный путь. И это понятие дороги имеется в виду, что в конце она становится широкой. То есть, изначально, когда человек выбирает для себя путь Торы и путь Авойда с Гошем, то постоянно первые шаги связаны с тем, что ему тяжело, больно, плохо, он митстаер, ему оставляет удовольствие этого мира и так далее. Но в дальнейшем, когда он приближается к середине, к концу пути, то это становится широким путем. Таавод и все другие проявления Ецар-горы его оставляют. И теперь у него уже дорога широкая. Поэтому, если начало дороги легкое и простое, то в конце себя поджидают колючки. И наоборот. Дорога, которая ведет путь, которым идут Ешарим, она салула, она широка и она нормальна. То есть, что имеется в виду? Я потерял, что Ешарим, они идут изначально по тяжелой дороге, и у них есть Саар, у них есть Горечь, и у них есть Коцернефиш. Тяжело им, их душам, так идти. Но после этого эта дорога становится то, что сказано в примере Арухава Кцара. Она длинная, но она короткая. После этого эта дорога становится широкой и удобной. И об этом здесь сказаны четыре вещи, о которых говорит Машир Абейн, обращаясь к Амисраэлям перед смертью в книгу Дворим. Он говорит в 10 главе Дворим, он говорит, а вот сейчас Амисраэль, что Гошем просит от тебя? А только бояться Творца, раз, идти по всем его путям, два, любить его, три. И вот здесь, а что четыре секунду, что Гошем просит от тебя? Бояться Гошема, идти по его путям и любить его. Четвертый он не назвал. И вот эти пути, о которых сказано, это качества, о которых я говорил, комментируя предыдущий пасук. И их два, Таава и Каас. Поэтому они разделяются и становятся четыре пути. Отсутствие Таевы и отсутствие гнева. И это Тов Меат Байра Дешем. И об этом сказано. Хорошо немного с боязнью Всевышнего. То есть, бойся Всевышнего, это раз. Тов Архат Ехер. Хорошо, дорога зеленая, плохая дорога. Но с Ахава Дешем, с любовью ко Всевышнему, это Ахава. И последнее, Ишхима, человек, у которого есть гнев, о котором мы только что говорили. Это относится к понятию гнева Кааса. И дорога лентяя, это связано с тобой. Лентяй, это человек, который уступает своей Таеве, своему стремлению удовольствия этого мира. Потому что Ацлан, он из-за того, что он хочет находиться в удобствах, в богатстве и так далее, то ему очень тяжело найти правильный путь. И это четыре вещи, которые забирают его от нужного пути. Человек, который Ешар, это тот человек, который смог одолеть вот эти четыре соблазна, о которых мы говорим. Таким образом, мы с помощью Всевышнего закончили 18-е и 19-е предложения. И Боизра Дешем в следующий раз начнем с 20-го предложения. Поэтому до новых встреч в эфире. Всего доброго. И шавуа тов.